добрый вечер добрый вечер регионы у нас сегодня очередная лекция касающиеся модели лечения а простить гораздо проще цели задачи технологии первого этапа реабилитации напишите пожалуйста регионы как слышно как видно все хорошо ну что ж я тогда мы могли понять вообще что такое первый этап вот у нас есть процесс если здесь у нас первый день весь курс реабилитации программы решения у нас один год стратегически весь этот период разбит на два основных этапа стационарный стационар и амбулаторная программа я ее так называю у каждого этапа есть своя стратегическая цель давайте мы с вами поймем что он на самом конце то есть у нас здесь первый день да что же мы хотим получить какой результат мы хотим получить через год значит результат следующий резидент выписывается из программы решения имея проверенную эффективную систему выздоровления это первый результат да и второй результат он полностью со всех сторон готов к самостоятельной жизни то есть на выполнение этой задачи требуется целый год значит ну она разбита на четыре части то есть у амбулаторного этапа есть две части и у стационара есть две части и здесь вот у нас три месяца здесь у нас шесть месяцев наверно не видно мелко да нет здесь у нас девять месяц значит что же у нас это программа резидента но программа решения состоит из двух программ и вторая программа программа для родственников программа для родственников и она тоже длится один год условно программа для родственников условно программа для родственников разделена всего лишь на два этапа и первый тоже три месяца то есть вот этот этап он информационный у двух этих программ есть точки синхронизации то есть это точки когда родственники контактируют с резидентом но первая точка это на этапе госпитализации да вот здесь происходит далее в зависимости от динамики резидента первый контакт происходит как нет по телефону да почему по телефону потому что этот контакт в среднем происходит где-то через неделю полторы после госпитализации вот неделя полторы после госпитализации это где-то вот тут да вот если три месяца разобьем да и вот это вот где-то вот то есть за это время да то есть мало что изменилось с первого дня единственное что изменилось резидент вошел в режим то есть неделю полторы работы по другой совершенно схеме жизни да он получает определенную информацию да но эта информация еще не успела проводиться понимаете да и скорее всего давайте посмотрим в глаза правде да если желание резидента попасть в реабилитационный центр отсутствовало или составляло только малую часть от общего решения семьи то скорее всего в этой точке вы получите что недовольство манипуляции и так далее и тому подобное именно поэтому мы вам не рекомендуем личную встречу до где-то полутора месяцев пребывания почему то есть в контакте по телефону вы в любой момент то есть ну знаете есть более травматичная общение да способ общения есть менее травматичная вот если мы берем например смс-ки звонок и личную беседу смс-ки менее травматичная история но у нас смс-ки не используется значит мы выбираем между звонком да и личной встречи то есть когда общение идет в формате звонка да вы в любой момент если вы почувствуете что вам слишком больно можете этот звонок оборвать и второго следующего не будет то есть если вы обрываете звонок персонал не будет вам перезванивать ну то есть как происходит звонок консультант набирает ваш номер дает трубку ездить потому что телефоны у нас запрещены с личных телефонов никто не звонит звонят с рабочих если во время звонка вы сказали что я больше не хочу раздоваривать второго звонка нет значит предварительно чтобы к этому звонку подготовиться по пятницам ну это в Ростове в других регионах может быть по разному вы общаетесь с руководителем центра да предварительно получив информацию вообще а чего ожидать о динамике собственно ну мы максимально пытаемся вас обезопасить от агрессии манипуляции которые в этот период времени абсолютно реальная история ну ожидать изменений за полторы недели наверное было бы наивным и смешным да то есть как бы мы бережем вас вообще давайте я начну с программы для родственников вот этот этап информационный 3 месяца вы вообще можете контактировать со своим резидентом если понимаете что общение будет для вас романтич он вам дан для того чтобы во первых получить новую информацию о заболевании и о выздоровлении он вам дан для того чтобы успокоились потому что он находится в безопасных условиях сегодня он неупотребим да если что-то произойдет вас сразу же проинформируют если звонка со стационара не поступает и в пятницу ну простой вы получаете отчет о динамике да эмоционально у вас появляется возможность как-то отдохнуть и ну не знаю прийти в себя сделать какие-то дела сделать какие-то выводы о жизни подготовиться к первой встрече а для этого нужно ну вот вы представляете сколько времени длился вот этот период это тоже этап выздоровления да то есть мы называем его этап госпитализации он может длиться несколько лет ну когда вы например понимаете проблему пытаетесь что-то сделать вы ищите пути решения не находите попадаете в какие-то системы которые неэффективны происходит срыв и за этот период вообще ну который может длиться несколько лет вы теряете силу и надежду правда ну и происходит некоторые деформации в том числе да эмоциональные социальные и так далее и тому подобное то есть вы вот в этой точке тоже находитесь не в лучшем состоянии насколько я понимаю да со всех если разбирать вот жизнь мы рассматриваем по четырем сферам то во всех сферах есть определенные проблемы вы согласны со мной то есть для вас вот этот период это период восстановления сил восстановления там получения информации да это время для того чтобы задавать вопросы это время для того чтобы налаживать отношения с персоналом реабилитационного центра в этой точке вы этих людей практически не знаете но по мере общения складывается же какое-то представление да и у нас первый этап который мы называем интегративный заканчивается в точке перехода с третьего на четвертый месяц мы все понимаем что лучше бы эту точку пройти перейти на четвертый правильно ну я так правильно да для кого-то это так для кого-то это не так но тем не менее да значит давайте теперь расскажу что происходит в общем понятно что происходит на первом этапе программа для родственников да то есть вы получаете некие инструменты которых у вас раньше не было во первых вы получаете поддержку отдела родственников то есть возможность заниматься своим состоянием да на программе для родственников вы получаете лекционный материал вы становитесь участником чата конкретного реабилитационного центра где можете задавать вопросы всем участникам этого чата то есть это родители которые в общем ну так же озабочены состоянием своего близкого на стационаре собственно плюс этого чата заключается в том что наверное впервые вы свободно можете задать любой вопрос поскольку это вообще избавление от одиночества да избавление от невозможности обсуждать эту проблему со своими друзьями на работе но в своих социальных кругах потому что проблема в общем такая очень интимная то есть вы на занятиях для родственников получаете первую информацию как применять двенадцатишаговую программу в своей жизни и что-то пытаетесь может быть делать в этой связи почему потому что вот этот первый этап он в программе резидента называется интегративным а следующий этап называется базовым давайте с вами подумаем почему так интегративным то есть интегрироваться во что-то то есть этот этап в программе резидента он посвящен всего лишь тому чтобы интегрироваться в процесс и только после этого начнется базовый то есть основной этап реабилитации здесь мы применяем технологии следующие резидент начинает делать программу коротких двенадцати шагов то есть даже те люди которые приходят к нам из сообществ анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов да бывает часто что они останавливаются на первых трех шагах и дальше дело не идет здесь в первые жизни резидент проходит всю двенадцатишаговую программу примерно за месяц полтора то есть это большой плюс для вас ну почему мы такой метод применяем да значит есть в этой точке несколько источников более есть физическая составляющая да то есть как бы есть возможно социальная есть духовная есть психологическая то есть что позволяет сделать программы двенадцати шагов собственно да то есть она построена таким образом что при ее прохождении полностью да она избавляет по крайней мере от острой эмоциональной вот в терапевтическом пространстве где находятся резиденты каждый со своими проблемами каждый там со своими условиями жизни но всех объединяет одна проблема невозможности самостоятельно сделать что-либо со своим употреблением я могу сказать что из всех вообще проблем для резидента осознает он это или нет это является основным источником вообще боли в принципе вряд ли ваши близкие будут обсуждать этот момент с вами да но благоприятные терапевтические среди выясняется что несмотря там на аргументацию что главное в жизни там это например работа бизнес семья программа 12 шагов приводит к простому выводу что главная проблема это невозможность остановить свое употребление и она по сути и является причиной проблем во всех остальных сферах вот такой вот вывод вы с этим выводом согласны? наверно наверно но уже неплохо то есть они за этот короткий период проходят стадию отрицания своей болезни не полностью не полностью далеко да но понимаете какая история у зависимого до применения программы нет выбора вот у него в жизни появляется там социальное напряжение да с вами на работе внутренне обусловленные там биохимическим аспектом да и происходит эффект парового котла то есть выводит напряжение накапливается единственный клапан предохранительный это какой? употребитель то есть выбора нет все понимают что это не лучший вариант но как бы люди бывают пробуют какие-то вещи там ходят к психологам на отдельные консультации да там пытаются заняться чем-то там спортом закрыть себя в каком-то пространстве уехать например загораться гей там я буду целыми днями на воздухе жарить там шашлык или там не знаю копаться в огороде это меня отвлечет от моих мыслей но не отвлекает ну какие-то вот варианты быстрого решения проблемы даже если ну вот интересный момент да то есть эффективная эффективная система блокирования рецепторов да но антрекционовая группа не знаю насчет алкоголезависимых но в случае зависимых от наркотиков в какой-то части да она работает абсолютно точно вот в случае если человек употреблял героин например да то есть антаксон совершенно четко это доказано на практике блокирует рецепторы которые воспринимают эти вещества то есть что это дает человек может употребить но эффект он не получен и часто люди которые да есть таблетки которые принимаются ежедневно а есть например так называемая подшивка которая пролонгированного действия избавиться от нее очень тяжело да то есть очень часто такие пациенты которые не попадают в программу делают ставку на эту подшивку но через две-три недели пытается от нее избавиться хотя казалось бы две-три недели да вот эти вот острые физиологические проблемы только что пережиты да то есть неужели же да человек понимая что вот он сейчас избавиться от подшивки и начнется ну зачем избавляться от подшивки для того чтобы получить этот предохранительный клапан понимаете да и резиденты которые имеют такой опыт они говорят о том что когда значит вот система вот такая закрытая то есть как бы есть большая вероятность эти суммы потому что да физиологическая боль эмоциональная понимаете да то есть вот эти вот моменты внутренних напряжений да в результате ну определенных искажений восприятия реальности это история которую с которой мы работаем на базовом этапе на интегративном этапе не работаем почему значит первый острый период восстановления биохимии занимает как раз таки вот эти вот три месяца то есть биохимия меняется не по прямой линии да есть экстремум и вот минимумы да они в первый день на третий день на одной неделе на двух неделях на месяцах на полутора месяцах на двух месяцах следующий на трех то есть в этих точках это примерно сутки без абсолютно ну безотносительно к внешним ситуациям да то есть как бы появляется некое влечение к алкоголю или наркотикам сильное совершенно необоснованно почему потому что ну в результате изменения вот этой биохимической системы ну уровень нейромедиаторов упал ну всего лишь поэтому и вообще ну эти экстремумы естественно они по амплитуде больше да вот здесь чем вот тут то есть грубо говоря на этом этапе заниматься глубокой психотерапевтической работой бесполезно потому что человек забираясь какие-то области которые достаточно неприятно разбирать скорее всего что сделать просто откажется от того чтобы этим заниматься а во всех остальных сферах вы вот здесь увидите очень хорошие изменения ну представьте себе да три месяца человек живет по определенному режиму дня встает в одно и то же время ложится в одно и то же время делает простые физические упражнения на зарядке питается по режиму получает лекционный материал в группах и в индивидуальной работе персонал снимает эмоциональное напряжение он получает поддержку вообще я вот знаете был тут во время уборки утренней на Ленинакане очень на самом деле ну такое мероприятие интересное у каждого есть свое личное пространство это кровать тумбочка надо убрать и маленький кусочек закрепленный за конкретным человеком президенты включают музыку то есть это очень веселое такое живое ну так если со стороны на это посмотреть да некоторые улыбаются да то есть вот ну как бы это очень завяженное эмоциональное мероприятие хотя казалось бы уборк лекционный материал программа коротких шагов все это делает свое дело в этой точке вы получаете визуальную да картинку ну успеха который во-первых три месяца человек не употреблял алкоголь или наркотики организм очистился жил по режиму там он стал лучше физически себя чувствует в результате того что мы также читаем лекции проводим группы он он научился по-другому разговаривать его мыслительные процессы изменился он выдает очень правильные вещи да то есть как бы вот как выводы то есть и ну в большинстве случаев и вам очень хочется верить что результат достигнут ну не будучи осведомленными да о том что на самом деле происходит я бы наверное не будучи осведомленным да тоже увидел такого человека говорит правильные вещи хорошо выглядит у него режим он говорит о том что я не хочу терять то что я сейчас заработал я хочу это сохранить ну как дела работа и все остальное мне надо уже заканчивать да потому что я практически готов вот в этой точке в своей программе для родственников вы должны прийти к четким критериям так ли это на самом деле или это не так еще ну вы только второй неделю да или третью третью да то есть у вас есть журнал есть да его надо изучать у вас есть ресурс общения с руководителем центра да у вас есть ресурс общения с Дианой Важиной она у вас ведет насколько я понимаю что Ростов ведет Диану Важиной и у вас есть опыт тех родителей которые прошли вот эту точку то есть о критериях мы мы основываемся на фактах да в оценке динамики резидент то есть когда вы получаете динамику в пятницу да отчет о динамике там конкретика ну присутствует да и руководитель вас ориентирует да то есть как бы что хорошо а что нехорошо все же каждая личность индивидуальна ну например для тех людей которые там служили в армии выполнять правила дома абсолютно никакой проблемы не составляет понимаете но чаще всего бывает что когда им нужно взять ручку и писать свои задания вот здесь возникает для студентов наоборот они легко пишут задания но когда речь идет о опозданиях там и так далее и тому подобное вот им в этой понимаете ну у каждого свои особенности да у нас периодически появляются те люди которые очень хорошо разбираются в религии даже у меня в практике было несколько священников которые вообще читали проповедь далее да то есть ну вариантов разных много то есть в чем плюс вы от руководителя получаете индивидуальную систему критериев оценки выздоровления вашего конкретного близкого понимаете да ну вы получаете общие критерии в программе для родственников исходя из того что написано в журнале и собственно вот так вот происходит оценка ну давайте так я еще могу поверить в то что трех месяцев достаточно для молодого человека который поэкспериментировал с наркотиками нарвался на плохую компанию да не потерял учебу в институте не потерял там девушку с которой встречался ну опять же я говорю что я допускаю хотя и вот он с первого дня не сопротивляясь работал три месяца по программе и успел за этот период вообще получить задание базового этапа и у него действительно на носу сентябрь месяц он должен явиться на занятия и так далее и тому подобное вот в этом случае вся его семья занимает позицию четко понимает что в случае срыва будет происходить то-то 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 и то-то родители не пропускают занятия в своей программе выполняют все рекомендации вот в этом случае трех месяцев может хватить для того чтобы он как-то вот ну интегрировался в систему выздоровления в городе и продолжал выздоравливать успешно ну если речь идет о человеке который употребляет много лет я не поверю то есть шансы есть безусловно но предстоит работа ключевое слово работа чтобы в этой точке уйти из идеальных системы где она вся посвящена тому чтобы каждый резидент занимался своим выздоровлением во всех сферах понимаете да потому что уборка ну такой самый непопулярный пример возьму из всех ну понятно что терапевтическая группа дает эффект индивидуальная консультация дает эффект лекция дает эффект мультисемейная группа дает эффект и так программный фильм да дает эффект зарядка и так далее родители часто спрашивают а уборка в чем ее терапевтический эффект колоссальный знаете какой попробую объяснить вот мне очень тяжело оценить результаты работы сети потому что наш продукт очень тяжело пощупать понимаете да вот насколько человек получил осознанное желание выздоравливать насколько мы это делаем да то есть мне удалось это посчитать но потрогать это и увидеть невозможно для любого человека мы любим делать то что у нас хорошо получается значит ну давайте так давайте попробую вам задать вопрос вот вы конечно же имеете очень хорошее представление об уборке да вот что вы испытываете когда вы видите результат вы улыбнулись да удовлетворение да ну что то хорошее да то есть какое то удовлетворение то терапевтический смысл уборки заключается в получении национального опыта от законченных простых действий потому что уборку сможет сделать вы понимаете понимаете то есть с самого утра резидент заправляет свою кровать и если она заправлена идеально отдает он себе в этом отчет или нет у него законченный результат понимаете да вот в выздоровлении такого результата увидеть невозможно понимаете вот я там качество моего выздоровления я выздоравливаю месяц как я вот могу оценить там если честно да насколько я продвинулся а тут очень четкие критерии измеримые видимые да вот я научился хорошо убирать кровать ну знаете если у выздоровливающего зависимого который посещает группы участвует в служении занимается со спонсором сам ведет несколько подспонсорных это то что должно происходить вот где-то вот на этом отрезке да говорит правильные вещи но у него дома бардак что-то в этой системе выздоровления неправильно понимаете есть такой лозунг на реабилитации очищая мир вокруг себя мы очищаемся сами то есть есть глубокий терапевтический смысл в каждом мероприятии которое проводится на стационаре увидеть его достаточно тяжело ну всем людям понятно надо убирать дома для зависимых это не является тоже понимаете да я правильное слово подобрал не уверен сейчас для зависимого то что правильно убирать дома да не является ценностью а для вас является правильно ну чистый дом это ценность для зависимого нет потому что за время употребления зависимые оставляют какие-то области жизни но потом считая их неважными формируется новая система убеждений что для употребляющего зависимого главное не остаться без обезболивающего а все остальное уходит на второй план понимаете со времени да эти нормы они как бы ну знаете там зависимый первый раз там после например запоя посмотрел на свой дом и понял что нужно что-то делать да и у него есть чувство как я ну понятно мой алкоголизм вот его результат да то через несколько лет он даже не заметит понимаете да вот такая вот история привычка ну люди привыкают адаптируется к среде в которой существуют да она во время употребления ну она деградирует по сути вот та зона ответственности которая принадлежит лично зависимому да она начинает страдать потому что появляется там неопрятный внешний вид там появляется бардак дома понятно никакая вообще зависимость не предполагает порядка в финансах ну вообще никакая да то есть беспорядок в отношениях даже с близкими людьми и так далее и тому подобное ну когда это происходит в периоде месяца это еще видно а когда это происходит несколько лет сам зависимый это вообще не замечает понимаете да и тут он сталкивается с социальными нормами которые ему нужно вообще обеспечить в первое время это конечно неприятно иногда причиной желания покинуть реабилитацию это просто вот не соблюдать вот эти вот простые человеческие нормы разговаривать без мата убирать в своей комнате приходить вовремя на мероприятие делать зарядку понимаете да вовремя кушать вовремя ложиться спать вот и все и это вот то что вызывает реакцию отторжения потому что дома все было по-другому дома можно было чего-то не делать ну родителей дома какая претензия пришел домой живой ничего дома не пропало ничего не сломано никаких там полиции всего остального слава богу черт с ним с этим мусорным ведром вынесу сама но так же или нет а здесь нет здесь если зависимый взял на себя обязательство выбросить пепельницу или мусорное ведро и не сделал это он получит обратную связь от таких же резидентов на утреннем сообществе замечательно что неприятно ну достаточно неприятно то есть это очень интенсивный процесс который ну очень дискомфортен для резидента но тем не менее необходим для того чтобы выйти вот в эту область где можно уже будет работать с истинной причиной зависимости а именно с базовым минусом причем ну давайте сейчас об интегративном этапе да то есть вообще критерием готовности выздоравливать в этой точке является желание резидента перейти на четвертый месяц что происходит гораздо реже чем наоборот когда ну то есть глубокое осознание да то есть вообще масштаба катастрофы приводит к тому человек говорит я приобрел некоторый уровень честности по отношению и я понимаю что если я сейчас выйду из реабилитационного центра то скорее всего срыв неизбежен потому что я еще не умею как-то обращаться вот с тем что у меня получается здесь а там вот ну как бы шансов мало плюс я доверяю персоналу который собственно и обеспечиваете 3 месяца чистого времени и раз это у меня получилось впервые за 10 лет значит этим людям можно верить я не хочу вообще эти 3 месяца терять и возвращаться к своим проблемам да я прекрасно себя чувствую да ну как бы я понимаю за счет чего это произошло дорогие родители спасибо вам большое если вы готовы мне предоставить возможность пройти базовый этап я вам не очень рад такие есть единицы ну я честно заявляю об этом такие люди есть такие люди есть у нас были разные люди например конкретный пример был человек который вообще является владельцем бизнеса он приехал на один месяц он сам оплачивал свое лечение почему на один месяц потому что он говорил о том что без него ну как бы все это рухнет и абсолютно точно ничего хорошего не будет но месяц он подготовился он дал указания значит чтобы как то вот не получить катастрофу когда прошел месяц он попросил возможность попытаться контролировать бизнес на расстоянии ну результат такой что человек прошел полный курс реабилитации 12 месяцев вообще не заезжая я точно сейчас не могу сказать по моему может быть в амбулаторной программе он выезжал в свой город чтобы там что то какие то вопросы решить но я не уверен в этом возможно он даже и не выезжал то есть он понял как он может решать значит как ему быть с документооборотом что нужно сделать для того чтобы компания не рухнула на кого он может положиться в этом вопросе с тем чтобы закончить программу полностью ну его супруга насколько я помню продержалась месяца два-три потом перестала посещать занятия ну да бокс понимаете тут на осознанное желание человек понял что ему нужно завершить процесс иначе он не выдержит той нагрузки которая собственно и привела на реабилитацию понимаете да в другую соответственность самостоятельное решение это один из примеров мне сейчас просто тяжело вспомнить надо посмотреть по именам есть такие люди которые говорят да я хочу остаться больше другое дело что не у всех родителей есть возможность ну как бы оплатить следующий этап ну как бы это уже другой вопрос если родители программу посещают ну наверное обычная ситуация когда здесь но вот истинная природа заблуждения вот здесь резидент верит в то что он достаточно в хорошей форме чтобы вернуться к дела и я вам не предлагаю сейчас там принимать решение о продлении я просто предлагаю вам в ближайшее время собрать информацию понимаете так ли это и на самом деле то есть определить для себя четкие критерии готовности потому что повторять вот эту историю которая называется этап госпитализации очень проблематично гораздо рациональнее продолжать вот в этой точке ну как бы тут по сравнению вот с этой точкой есть свои плюсы свои минусы с одной стороны да есть иллюзия о том что трех месяцев достаточно с другой стороны все таки да тут немножечко меняется мышление и не все так однозначно даже если желание превратить свою реабилитацию выдается вам нет внутренние ну как бы это не всегда такое знаете стопроцентное вот если сознание приходит до трех месяцев почему великие единицы на какой процент понимаете ну чтобы решение давайте возьмем весы ну обычно весы да есть одна чашечка и другая то есть как бы вот в этой точке весы упали понимаете да дальше по мере прохождения реабилитации немножечко уравновешен но в точке 3 они очень редко достигают состояния равновесного они еще где то вот ну понимаете вот скажу по другому да вот в этой точке очень часто резиденты не хотят вообще уходить из программы понимаете да то есть тут вообще ну как бы вот такая вот история где то вот здесь да происходит фантастическая вещь да то есть по мере прохождения курса у конкретной личности повышается уровень ответственности то есть есть еще работа в командах и вот здесь команда экспедиторов экспедиторы это те люди которые должны за день успеть огромное количество дел сделать то есть они должны выполнить всю свою ответственность так же как президенты и вибрационные плюс они собираются на свои рабочие совещания каждый день плюс они ведут поднаставных то есть это те новички которые пришли и которые нуждаются в помощи плюс они следят за соблюдением правил плюс они выполняют какие-то простые функции которые им дает персонал ну и так далее и тому подобное ну и соответственно надо еще успеть там свою одежду отдать в прачечную вымыться побриться ну и так далее и тому подобное написать свое задание и в Ростове у нас нет возможности делать это после отбоя мы не даем такой возможности то есть рабочий день есть и все мы настаиваем на этих принципах потому что в жизни если человек начинает забираться в долг по сути в кредит к своему сну он очень быстро что делает? истощается поэтому мы специально формируем пространство так чтобы задача выполнимая да и очень часто люди говорят я вообще никогда в жизни столько не успевал сколько сегодня я никогда в жизни не думал что я могу такое количество всяких вещей успевать за ним потому что всегда считался ленивым человеком не способным вообще вот на то что делает там моя мама например или там мой отец или мой брат который ну видимо по-другому там сформировал это удивляет приятно да когда человек говорит ну не знаю в вашем случае было такое или нет но я наблюдаю да сейчас вот в амбулаторной программе то что ну как бы конкретный человек да он говорит там Ростов-2 нужна помощь окей я поеду туда понимаете вот ну критерий я поеду туда на дежурство потому что там нужна помощь ну это критерий я хочу закончить учебу помимо всего того что делается поздравление я хочу закончить учебу я не хочу уделять время вот как то вот так значит что здесь какая технология здесь используется вообще основной метод это не 12 шаговая программа это расхожее некомфессиональное заблуждение 12 шаговая программа предлагается как элемент системы поддержки а основной метод это когнитивно-поведенческая терапия что это такое хотите выяснить ну давайте я попробую значит что такое начало выздоровления вообще вот в какой сфере оно начинается вот в этой точке значит резидент попадает ну не побоюсь этого слова в идеальную социальную систему то есть ну в нашей обычной схеме в жизни бывают разные формы социальных мы все стремимся к тому чтобы социальная сфера была максимально приближена к какому-то делу ну давайте подумаем что это за идеальная модель это модель которая позволяет человеку вовремя вставать вовремя ложиться это модель где исключена агрессия употребления наркотиков в случае стационара сексуальные взаимоотношения и да где не врут понимаете да где попытаются друг другу относиться уважительно несмотря на прошлое где у каждого есть своя маленькая доля ответственности да то есть как бы и есть общая общая эффективность показатель общей эффективности где люди объединены на самом деле узами гораздо более прочными чем иногда родственные ну потому что они все понимают глубину проблем употребления понимаете да то есть есть о чем поговорить есть что обсудить есть какие-то общие задачи да и есть общий продукт продукт конкретного реабилитационного центра вечером обсуждается на итогах рассматривается во всех аспектах да вот что все вот эти вот люди сделали сзади идет отчет по работе команд а кто-то благодарит кого-то за помощь и поддержку и так далее там ну в общем наверное я аргументирую почему системы нет потому что в обычной жизни же не так ну то есть минимум социальных проблем с которыми люди сталкиваются вообще никто не думает даже не предполагает что питание будет неволвенное или что отбой сдвинется или ну то есть человек привыкает к определенной системе понимаете да казалось бы я вам гарантирую если бы вы попали в такую систему если бы жизнь позволяла вы бы чувствовали вообще себя прекрасно почему потому что у вас нет проблем с тем чтобы взаимодействовать с хорошей социальной системой вы не будете устраивать скандал из-за того что там вас попросили написать какую-нибудь письменную работу которая вам же и нужна так или будете но предполагаю что нет или или вас попросили помыть посуду после того как вы закончили обед причем не всю а только чашки или только тарелки вы из этого трагедии не сделаете правда ну кто-то легко моет посуду я повторюсь но при есть час или два на письменную работу но когда человек берет ручку в руки тут начинается внутреннее напряжение то есть таким образом по этим вот моментом мы пытаемся определить проблемные зоны дальше их пытаемся разматывать в основном уже на базовом этапе почему человек для человека болезненно мыть посуду в чем тут что тут сломано ну потому что по сути нормальный человек ну находясь дома например ну это нормально помыть посуду или по крайней мере сложить ее в посудомоечную машину да или нет да почему у человека такая простая вещь вызывает такую бурную реакцию то есть здесь искривление в системе ценностей ну тут начинается когнитивная часть это работа в группах на индивидуальных консультациях основываясь на фактах да то есть мы пытаемся выяснить что да какие базовые установки какие убеждения не дают человеку возможности нормально принять ту или иную сторону жизни реально ну за счет вот этой вот части мы пытаемся восстановить эмоциональность понятно или не очень то есть для нас вообще вот жемчужины процесс это когда пациент выдает реакцию какую-то эмоциональную негативную я имею ввиду чувств не бывает негативных я сейчас говорю о реакции и он говорит там швыряет чашку и говорит я не буду мыть посуду если пить да есть ну разные люди есть люди в своей голове считающие там мытье посуды женским делом например или там унижением своего мужского достоинства у нас другой мир понимаете да если человек с такой вообще историей живет в голове неудивительно что ну это не единственное это одна из или например за неимением возможности проявлять агрессию ну физическую да и вербальную в том числе выясняется что человек совершенно не может отстоять границы своей личности то есть у него вот только такой способ работы нахамить ударить напугать а когда речь идет о простых вещах и манипулирует он совершенно не может сопротивляться это понимаете есть разные случаи я могу вам много рассказать всяких различных вариантов бывают патологические лужицы когда человек врет не имея вообще никакой практической задачи вообще вот иногда даже бывает такое ну и уволят он говорит я не знаю почему я так сказал просто на автомате понимаете я рассказал какую-то историю ночью перед отбоем а потом выяснилось что это полная ерунда да конечно это в отношениях происходит понимаете как есть резиденты вот здесь которые являются главой команды да соответственно остальным приходится принимать их руководство ну то есть давайте так простая история на перекуре такое тоже программное мероприятие есть это 11 10-11 перерыв перекуры в день да резидент по привычке докурил сигарету и выбросил не в положенном месте не в пепельнице а просто на газон бросил ну как вы думаете какая реакция последует? его попросят его попросят там Алексей возьмите пожалуйста окурок да и положи его в пепельницу иногда прямо вот в этом варианте начинается какая-то реакция то есть ну как бы ну чаще всего это люди которые ну жили в социальных системах или ему говорят ну он отказывается это делать ему говорят хорошо завтра ты дежуришь по курилке я дежури по курилке чтобы я человек с двумя высшими образованиями или там не знаю отсидевших десять лет дежурил по курилке ну разные варианты понимаете у кого-то нет проблем я ну утрирую конечно но такие вещи бывают или там человек съел конфетку бросил бумажку на сам понимаете понимаете начинает объяснять что у тебя здесь нет услуг что конфетку съел ты конфеты твоя бумажка тоже твоя убери не убирает а утреннее в сообществе на следующий день он получает обратную связь от большей части резидента это технология понимаете да один человек говорит я тоже таким же как ты приехал понял что это одна из причин моей безопасности вообще неуважения к окружающему миру что же мне ожидать в ответ ну вот такие вот второй человек говорит свое слово третий человек говорит свое слово и человек стоящий получающие вот эти замечания начинает ну как бы испытывать некий дискомфорт да возможно он говорит да пошли его ничего я не буду убирать в следующий раз по крайней мере положит хранит в карман чтобы вот это все не прожило вот таким образом формируется мы же по-другому никак не можем понять там эффективна ли система верования человека вообще его система осознанности как только по его поведенческим реакциям то есть если человек стоит на красном сигнале светофора и не переходит пешеходный переход даже в отсутствие автомобиля мы о чем можем судить дисциплинировать ну да да то есть там а если мама взяла маленького ребенка посмотрела машин нет побежала вместе с ребенком что это о чем это говорит мама спешит без ответ но это не совсем правильно да или это правильно неправильно конечно но мама спешит то есть вот это оправдание понимаете да ну нам не для того чтобы анализировать поведение окружающих если это не имеет отношение непосредственно к нам то есть мы пытаемся да изменить вот эту вот деформацию да показать что есть какая-то модель жизни да вот где вот вообще вот поступает вот таким вот образом и что это дает то есть человек который а какое-то эхо я слышу который соблюдая эти правила получает бонус ну как собственно в обычной жизни да вы на самом деле платите своим близким зарплату за то чтобы они менялись а мы по самому часто задают вопрос а ты вообще эту зарплату на сегодняшний день честно получаешь ну делаешь то что ну как ответы бывают разные ну когда возникают проблемы это разбирается на общих собраниях президентов задаются вопросы и вообще мы работаем мы не являемся проповедниками мы пытаемся услышать мнение каждого прийти к какой-то истине исходя из того что у нас младенцев нет на реабилитации все взрослые люди и мы я очень часто когда у меня возникает проблема да мы говорим о том что такое взрослость ну как это определить это по морщинкам или по паспорту или как вообще ну человек является взрослым по поведению по поведению по степени когда и себя не даешь в обеду и других ты это не обижаешь да это принцип такое есть неписанные правила философии и терапевтического сообщества одно из в английском варианте звучит следующим образом with goes around come around у нас есть хорошая штука что как что отдашь что и вернется вот такие вот технологии то есть все задания выстроены выстроены таким образом чтобы резидент конкретный мог преодолеть свое отрицание не только проблема употребления но и проблема взаимоотношений с окружающими и проблема взаимоотношений с самим собой понимаете то есть то есть а а вот здесь будут неизбежно ситуации когда нашим выпускникам придется сталкиваться один на один с какой-то внешней ситуации или что самое трудное со своими недостатками самая трудная часть выздоровления когда все хорошо человек находится один спектакль играть недвикого его посещает больная мысль вот в этот момент у него есть вариант что с этим делать понимаете то есть мы пытаемся привить навык вообще первое квалифицировать мысль с той или иной точки зрения да как больную или здоровую да вся письменная работа посвящена за год далее есть варианты если она здоровая окей если она больная то тут есть четкий алгоритм как не допустить поступка на основании то есть я не хочу сейчас расшифровывать понятие когнитивные да ну я вот так для себя и для вас чтобы было понятно пишу всегда вот такую цепочку мысль мысль порождает чувства все это вместе порождает некий позыв к действию дальше действия дальше результат вот судите о том что вся цепочка хорошая или плохая можно только вот по этому по этой части по результату то есть реабилитация позволяет восстановить или бывает что люди вообще опыта такого не имеют некие причинно-следственные связи между поступком и результатом то есть вот вот это вот вот эта вот история ну по сути да любое наше действие осознанное или подсознательное укладывается в эту схему дальше в зависимости от ну как бы вне зависимости точнее а мы переходим к следующему действию по той же самой цепочке то есть если вот это минус это означает что вот здесь минус то есть вот это вот мыслительный процесс это основной предмет нашей работы да но мы не можем взять пересадить резиденту правильную программу то есть мы ищем вирусы пытаемся ну как-то вот их локализовать по крайней мере здравый смысл что это такое ну есть смысл есть много разных смыслов в жизни есть смысл в том чтобы вообще употреблять наркотики или алкоголь потому что прямой смысл избавление от боли единственная проблема то что это убивает и делает жизнь окружающих людей невыносимым ну как бы и чаще всего не за свой счет чаще всего но бывает что и заслу очень редко но бывает ну если человек не наносит никому ущерба таким поведением у него есть право закончить свою жизнь вот таким вот образом другой вопрос это вот ну очень редкая ситуация да но она вот с ней очень тяжело работать потому что ну человек своими финансами распоряжается да и вроде как никому ущерба не приносит а только всем помогает это тоже надо разобраться потому что чаще всего это не так а ну предположим что это так вот у него есть право на то чтобы употреблять и умереть если это не наносит ущерба ну по сути есть ну то есть он видит в этом смысл закончить свою жизнь теперь второй вопрос этот смысл здравый потому что здоровье определяется как успех во всех сферах в жизни и в том числе если человек уходит в изоляцию да то есть это показатель нездоровья в социальной сфере не так ли то есть он нездоров для того чтобы функционально взаимодействовать с окружающими людьми разные ну они бывают разные ну вот как-то так да то есть это и есть собственно наша функция восстановить вот эту вот часть или создать заново потому что бывают такие ситуации что тут просто ну достаточно немного всего понимаете да ну все очень так как-то вот и основная ну вот основная реакция с которой мы встречаемся она звучит примерно следующим образом почему я должен ну почему я должен быть хорошим отцом хорошим мужем там трали-вали понимаете там гражданином и так почему я должен ну вот родители должны и жены потому что они жены и родители это понятно а я то чего я вот ну как бы ну вот такие вот истории есть ли у вас вопросы достаточно ли о тех о технологиях интегративного этапа реабилитации ну давайте так значит нашим основным инструментом является на этом этапе я знаю есть претензия у многих родителей на индивидуальное консультирование я вам скажу есть некий закон можете проверить вот исходя из всего своего опыта опыта коллег да из разных областей в том числе один из моих учителей занимался всю жизнь психоанализом но он вот отстаивал историю группового анализа почему потому что групповая терапия это мощнейший инструмент в работе с отрицанием вот в индивидуальном консультировании такого результата добиться можно только за очень очень длительные сроки или же при устойчивом желании клиента пациента резидента как хотите назовите решать проблему то есть человек сам делает усилия для того чтобы решить проблему понимаете так вот индивидуальная терапия в большинстве случаев в работе с нарко и алкозависимыми не дает положительного результата без предварительной группового это к претензии по поводу недостаточных там индивидуальных консультаций как раз таки на этом этапе более показана групповая психотерапия работа в терапевтических группах которыми мы пользуемся для того чтобы как это работает открывая тайм персонал всегда для резидентов является кем вот эти вот неприятные люди которые во-первых получают зарплату у них есть интерес заинтересованные ну как бы это все спорная история но тем не менее ну да это их работа добиться определенного подсознательно зависимые так устроены да что они если кому-то что-то от них нужно они начинают сопротивляться но остальные участники группы не получают заработную плату и не являются заинтересованными лицами иногда я применяю следующую технологию это у нас же только на нашу сеть идет чтобы не обучать наших конкурентов то есть какой-то резидент в такой в пике отрицания я формирую ну начинается все с того чтобы сформировать группу правильно то есть группа должна быть правильно сформирована это еще и вопрос остановки резидента потому что если я выбираю объект работы эти люди должны быть напротив меня понимаете как так если я не собираюсь на этой группе работать с резидентом он где-то будет по периферии понимаете да если например я хочу кого-то защитить взять ну понимаете о чем да я посажу рядом с собой если нет то через одного двух человек ну в этом есть определенное это я вам в профессию сейчас да вам это в принципе может и не интересно но объяснить и вот есть резидент который мы понимаем в плохой динамике пытается угрожать проявлять агрессию что я делаю я формирую группу из людей которые значит уже в этой части процесса но прошли вот на этом этапе вот такую вот историю да из людей которые находятся на этой же части процесса но не выдают такой реакции да и из людей которые ну может быть и являются просто участниками понимаете да то есть у них в моей голове функции никакой нет они просто стабилизируют ну как то вот обстановку причем я сажаю этого человека через одного по левую руку и вообще не уделяя ему внимания казалось бы он цель группы но я ему не задаю вопросов я выбираю какого-то человека да из тех кто вообще не по тематике и начинаю работать с их проблемами в групповом процессе и что самое интересное вот этот резидент чаще всего в 90 процентах случаях так из позиции я ничего делать не буду как вы думаете что начинает делать он включается и начинает участвовать понимаете да то есть я всем своим видом говорю что его мнение меня вообще не интересует что он просто балласт который вот ну призвли нам вот этого человека мы его вынуждены терпеть а я с интересом занимаюсь другими как это не со мной причем он же ожидал что группа собрана для того чтобы его проблемы решать понимаете а тут нет если мы говорим о остальных десяти процентов процентах то вот тут да то есть как бы пускай он не никакой реакции да но плюс группа мы разобрали что-то другое участники группы поделились своими идентификациями прожитым опытом понимаете он увидел со стороны что как бы интересно вообще да все как-то пытаются помочь чаще всего на вторую группу вот эти десять процентов тоже начинают активизироваться понимаете да может быть не на первую редко нужна ну динамика из твердого потому что зависимый когда касается его проблем он выдает реакцию опоры то есть противоположную это сопромат да то есть извините реакция опор это сопротивление давлению или это физика я уже не помню точно ну и физики в сопромате это есть то есть он пытается подготовиться давление он привык да противостоять давлению вашему там какому-то да то есть его защитная реакция это не важно что хотят с ним сделать хорошо или плохо просто вот ну по умолчанию надо защищаться таким образом мы убираем вот эту вот историю да заинтересованность его личностью это кстати сказать я сейчас говорю я совершенно осознанно это делаю есть родители которые недовольны тем что вот моему ребенку надо больше времени дайте возможность профессионалам работать иногда надо иногда нет вы же хотите результат получить если бы ну правда в том если бы вы понимали как это сделать вы бы не оказались в нашей программе то есть все очень просто да то есть это вот один из вариантов тактическая работа я вам рассказал о стратегии чуть-чуть о тактике теперь хотел услышать ваши вопросы большое спасибо всего вам доброго до новых встреч